Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вопросы в том, как мы осуществляем цифровизацию госфинансов, какие у нас есть приоритеты в стране, мы готовы поделиться этим Бюджет повинен быть выкористан эффективно. Фраза гучная, а ли як гэта зарабить? Россия делится опытом на наступные три года. Суседи провели консолидацию бюджету, попрацевали у сферы податковых крынец, доходов и расходов. Мы заинтересованы в привлечении любых инвестиций. Поэтому Российская Федерация приняла соответствующее законодательство. Мы сейчас проводим эксперимент в ряде регионов по привлечению исламского финансирования. Я считаю, что главное, чтобы эти деньги работали на развитие страны. Россия для Беларуси – собровка и головный партнер. В метах дальнейшего эмоционального дружелюбного отношения между двумя державами был подписан протокол об унесении изменений в погоднении финансовой сферы между Урадом Российской Федерации и Урадом Республики Беларусь. За всеми лечбами и ресурсами стоят конкретные программы и мероприемства. А тому решение перенаправления об отмывлении сродков на некоторые из их – питание болющее для авторов и инициаторов. Тем не менее, специалисты, впевненные финансовать, потребно тое, что выращает державные задачи. В приоритете стоит добробыть наших людей и краины в целом. Татьяна Пемененкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». В 2025-м «Лязгасы» Гомельщины смогут продавать больше драунины на пне. Так, объем ее реализации в регионе позабиржевыми торгами складе около 900 тысяч кубичных метров. Отповедные лечбы продугледжены постановой Совета Министров от 5-го снежня-бягучего года. Что пропонуют споживцам «Лязгасы» в области сёння – далее в сюжете. Яугена Никеенко разом с Александром Мельниковым будуют увёзцы на вес. За дошками приехали на гандлёвую пляцовку Гомельского дослідного «Лязгаса». Кажуть, тут и выборня дрэнны, и цены не кусаются. И надо будет ещё лаги потом, этот гараж накрыть. Часто здесь закупаетесь? Нет, вот, честно говоря, только недавно узнал, что здесь хорошо, ну и как бы можно взять недорого всё. Один из вариантов будовництва для физичных особ – набытьёный рыхтованный «Лязгасом» драунины. Сюда относятся лесоматериалы и вычищены от соков стволы. Купить АЕС фонду по забиржевыми торгами можно по коште вытворцы. Мэты набыття обмежаваны, будовництва и ремонт жилых домов и побудов. Физическое лесо имеет право один раз в календарный год обратиться в лесохозяйственное учреждение, чтобы ему выделили древесину по ценам изготовителя. Для того, чтобы получить льготный лес, так сказать, необходимо принести пакет документов в лесхоз, написать заявление и ждать своего очереди. Получаем пакет документов, человек пишет заявление, мы заготавливаем древесину и вызываем человека, чтобы он её забрал. До речи, год тому Минлясгаз начал просовывание гандлёвых плясовых с готовой продукцией. Зараз на каждый из них можно найти цельные лазни, альтанки, платы и наводравляные домокомплекты мясовых лесгазов. Основная мета стационарной кропки повысит доступность товаров для насельництва. Мы производим в простонародье конструктор, человек приобретает этот конструктор, мы ему даём инструкцию по сборке и паспорт на данный домокомплект. Человек нанимает организацию, которая соберёт ему этот домокомплект и сделает необходимый ремонт под потребителя. Цены на домокомплекты, производимые Гомельским опытным лесхозом, начинаются от 47 тысяч белорусских рублей. Из этой суммы 20 тысяч белорусских рублей можно взять под 4% годный кредит. Куплять готовую продукцию або набивать дравнину особенно, выбор стоит за каждым. Головное, что зараз это можно заработать в достатковых объёмах и по довольно демократичных ценах. Олеся Заяц, Даниил Дробатов, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня Международный день памяти о хверх геноцида. На Гомельщине до него примерковали перезахование останков же хоров вёске Глушковича, которые были расстреляны карниками в вересне 41-го. На жалобной церемонии побывали наши корреспонденты. Эта история началась в червяне минулого года, когда на приём до генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа пришёл уроженец вёске Глушковича Леонид Астапович. По рассказам мясцовых же хоров, в вересне 41-го оккупанты арештовали тут 8 семей яурейской национальности. Выратовалась только одна девчонка, которую сховали мясцовые же хоры. Остатние были расстреляны. Сказали, что расстреляли, а другие говорят, что закопали живьём. Вот это я знал конкретно, в каком месте примерно. Но на местности я показать, конечно, не мог. Уже в липени минулого года в Глушковичах працевали супрацовники прокуратуры. У якости святков им допомогали мясцовые же хоры, які ведали об факте геноциду от своих батьков. Это батька мне рассказывал, что я в детстве был. Показал, где застава, по грибе, по лечицинке. И показал мне это место. Я знал уже милых лет. У червяне 2024-го военнослужащие специализованного, пошукового батальону, знайшли останки шастих человек. Самому молодшему з загинувших было около 4-х годов. Старейшему – не больше за 25. Правда, высветлись пол и взрослых у всех не отрымалося. Их перезаховали у братской могиле, где знаходятся останки спаленных оккупантами у Снежни 1942-го больше, як 300 мясовых же хоров. Ты, хто не поспел сховаться у леса. А двезки тады засталася тольки одна хата. И гэта ясши одна сторонка геноциду беларускага народа. Дядька уже моего отца рассказывал, что пришла девочка, тоже родственники, они двоюродные были. И девочка маленькая пришла, говорит, а вы убегаете в лес? Говорит, да, убегаем, а вы что не убегаете? А наш папа сказал, что они такого делать не будут. И, короче, эта девочка тоже была согнана тут и сожжена. Маленькая девочка. У красавику 2021 года генеральная прокуратура узбудила криминальную справу по фактах здяснения нацистами и их помощниками геноцида беларускага народа. За минулый час светками по этой справе стали коля 20 тысяч человек. Проведено Амаль 100 раскопок. За три года расследования уголовного дела о геноциде беларусского народа на всей территории установлено 160 мест ранее неизвестных масс уничтожения мирных людей. Мы думаем, это не кончательная цифра. Предстоит еще большая работа по отысканию всех мест. До тех пор, покуда не будет повековечена память последнего человека, погибшего от рук фашистов, расследования будут продолжаться. В целом, как установлено следствием, за эти годы на территории БССР было уничтожено свыше 3 миллионов мирных граждан и советских военнопленных. Каратели провели не менее 187 крупных операций по уничтожению мирных граждан. На территории БССР функционировало почти 580 лагерей смерти. Такого масштаба истребления мирных людей не знала ни одна страна мира. Чтобы так долго, так интенсивно, из такой злобы и жестокости уничтожали людей, таких примеров история не знает. Только на территории Беларуси это все происходило в годы Великой Отечественной войны. И наша важнейшая задача – сохранить память о тех страшных днях, рассказать всю правду без купюр. И главное, чтобы наши дети и внуки знали, помнили и рассказывали нашим потомкам, что здесь происходило. Это нужно для того, чтобы больше это не повторилось. В Лильчицком районе были спалены 4 везки – Прибаловичи, Тонеж, Милошевичи и Глушковичи. После закончения Великой Отечественной они были обновлены, но пережитые трагедии тут будут памятать за все. Олег Сенцеров, Михаил Сеницын, Валерий Гопанько. Телерадио компания «Гомель». На дворы Снежинь, а значит, гомельчане уже на всю моц рыхтуются до Нового года. Дед Мороз и Снягурка – самые долгочеканные гости на этом свете. Но даже им нельзя забывать про оплату податков. Под обязанностей в материале наших корреспондентов. Для Дмитра и Лилии примирать роли Деда Мороза и Снягурки стало что годовой традицией и неблагим заробкам. Как только не доходит Снежинь, вопытные аниматоры достают засека у костюмы любимых детячих персонажей и идут на улицу дарить добрый настрой и смех. Наша история началась еще 4 года назад. Мы решили попробовать, и нам понравилось. Дети были очень радостные и довольные. Этим самым мы дарим радость не только деткам, но и взрослым. Дмитрий починал свою деятельность, як самозанятые. Однако худко зразумел, что без Снягурки склад отрымливается неполный. Тому и перешел у статус индивидуального предпринимательника. Справы святочные пошли у гору. Але дует памятая, что перед новогоднями Тусня из шильных график не подстава забывать про податки. Мы всегда правильно платим налоги и всегда вовремя. 20% от выручки, от оборота. До этого года такие послуги могли оказывать и физичные особы с выплатой одинного податку. А лез первого кострышника 2024-го не самозанятые, ни индивидуальные предпринимательники не мают права оказывать забавляльные послуги. Гэта регулируется постановой Совета Министров. Однако есть оговорки. С 1 октября 2024 года такую деятельность могут осуществлять только те индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы до 1 октября 2024 года. Но обращаю внимание, что такую деятельность они смогут осуществлять только до 31 декабря 2025 года. После этой даты Дяды Морозы и Снягурки могут працевать только в статусе юридичной особы. За больше подробностей информации можно звернуться в Министерство культуры Республики Беларусь. Данил Дробатау, Владислав Козлов, Телерадиокомпания «Гомель». У каждого гуку «Талент» у «Гомеля» проходит 21-й международный детячий конкурс «Музыка надеи». На заключный этап подаде на свыше сотни конкурсных заявок у двух номинациях – медные духовые и ударные инструменты и дравляные духовые инструменты. За каждой композицией без сонной ночи и без конца практика. Музыкальный олимп без упартости немогчимый, и об этом дети ведут с самого початку своего шляху. При этом юные аматоры пригожиха признаются, что, когда душа тягнется до великого мастерства, то каждую хвилину я не готовы играть. Музыка мне очень нравится, в принципе, с самого детства. Мне и флейта нравится. Я сразу же, вот именно инструмент, который я выбрала, это сразу флейта. Заниматься надо регулярно и очень настойчиво. Нельзя пропускать занятия, нужно заниматься, скорее, да. Я стараюсь очень играть хорошо на сцене, я стараюсь удивить жюри и стараюсь, не знаю, ну, прекрасно сыграть, чтобы пройти во второй тур. Артистизм, профессионализм и умение триматься на сцене для выбора лепших жюри подыходить отказно. Пераможцы гэтага конкурсу мают провелегии при поступлении у профильной установы адукации. А таму до кожного номера пильная увага. Мы убеждены, что и на сей раз тоже мы увидим те бриллиантики, которые мы ищем всегда. Конкурс – это своеобразный монок, который притягивает молодых музыкантов. И конкурс – это то место, которому нужно очень серьезно готовиться. Нужно быть смелым и ученику, и педагогу, потому что нужно свою программу, свою работу, проделанную за определенный период, нужно вынести на публичное представление, получить оценку. О, это очень ответственная работа. Подтрымка талиновитой молоди – головная задача конкурсу. Назовуть имя Пераможцы праздникальки дзен. Гололед, снежные заносы и зноу-адлига. Белорусская зима характерна неустойливым норовам. На двор я постоянно приносить выпробование водителям транспортных сродков. У гололед неуполненным автокорыстальником специалисты раить не разыковать и заставаться дома. У сумную статистику ДТЗ трапляют ты, а кто так вырышил не робить. Об особенностях язды у зимого период Ирина Дробышевская. Есть! Да! Что? Желание? Плохо. Сейчас вообще будет жестко. Глядочам таких видов, что угололедецу текава, а вот на месте водителя. В такой момент на врат тех, кто бы хотел опынуться. Молодые, покольящие не вельми вопытный водитель Алексей, выросшую пройти курсы экстремального вождения. До таких мер, уговорить премусила не погодить. Минулым годом трапил занос. Обошлось легким сполохом. Зразумев, что квалификацию кирования треба повышать. Когда я только получил права, возвращался с работы и выпал первый снег. Был крутой поворот за городом и чуть не слетел в квет. Еле-еле смог выровнять машину. Скажем так, я там растерялся немножко, и поэтому я и здесь. Не тормозим резко. Маленькая изморозь, поэтому возможен гололед. Зимовая непогать – лепший час, как научаться крутым маневрам. На двор я наставник жорстки, а тому отпрацовывать поводины на дороге в выпадку гололеда и заносов лепши на беспешной территории. Необходимо знать четко три правила. Соблюдение скоростного режима в любом случае, нигде не разгоняться. Второе правило – это соблюдение дистанции. Ну и третье правило – не использовать тормоз. Экстренное торможение. Почему? Потому что сразу произойдет или занос, или у вас чисто машина поедет прямо по льду, не останавливаясь. Поэтому торможение производится кратким нажатием на тормоз. На поворотах не пользуясь педалью газа, потому что произойдет, естественно, занос автомобиля. Ну и в случае заноса, соответственно, на переднеприводной машине мы используем выворот руля в сторону заноса. Ну и, соответственно, тоже немножко притормаживая кратким нажатием на педали. Самый головный ворох-аутоматора – это и он сам. Не в опытности летние шины у зимку могут подвести. У самый неподходящий момент. Держ аутоинспекции усмотняет патрулевание. За отсутствие зимовых шин у первые зимовые дни на дорогах в области уже протягнули до отказности 109 водителям. Водителям напоминаем еще раз, что необходимо перестроиться на зимний стиль вождения. При подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость и убедиться в безопасности пересечения. Пешеходам напоминаем, что проезжую часть дороги необходимо переходить только в установленных местах, а также в темное время суток обозначать себя светоотражающими элементами. Не окладывая на попереджении, зимой колька с ДТЗ растет. С початка снежния на Гомельшине отбылось 12 дорожно-транспортных здареньев. У них 11 человек поранено, 5 загинули. Ирина Драбышевская, Сергей Камко, телерадокомпания «Гомель». 12-го снежня особистый прием грамадян и промую телефонную линию проведет член постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местовым самокеровании. Старшиня Гомельского областного совета депутатов Зенкевич Катярына Анатолиевна. Выказать пропонову и задать пытание можно с 10 до 11 годин по телефону Светлогорску 401-01. У 10.00 начнется особистый прием грамадян у будинку Светлогорского районного выканавшего комитета. Попередний запись на прием ожитявляется по телефоне 539-43. И наприконцы выпуска про надворье. Завтра у регионе воблачно. Месцами невеликие опадки. Снег, мокрый снег, дождь. У особных районах слабый туман и гололед. На дорогах местами гололедится. Ветер поуночь на усходне 5-10 метров за секунду. Температура по ветру ночью от минус 4 до плюс 1 градуса Цельсию. Днем до 3 градусов Цельсия со знаком плюс. Это и другие новины вы можете найти в нашем телеграм-канале. А так же на сайте в интернете по адресу tvr.by. На этом выпуск завершен. В студии для вас працювала Юлия Мастич. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Гомеле выявлен нарко-агроном. При осмотре арендуемого им офиса обнаружено помещение для выращивания запрещенных растений. Изъяты кусты конопли, а также оборудование для ее изготовления. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Житковичском районе произошло смертельное ДТП. В агрогородке Люденевичи по улице Лесной 18-летний водитель трактора не учел погодные условия. Съехал в кювет и перевернулся. В результате пассажир транспортного средства скончался на месте аварии. Не обошлось без жертв в результате ДТП и в Калинковичском районе. Водитель иномарки наехал на пешехода. Мужчина сидел на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Гомельском районе. В агрогородке Мичуринская по улице Шоссейной водитель БМВ наехал на мужчину. Тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных повреждений сельчанин погиб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. В Гомеле также произошло ДТП. На улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля такси отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой, который от удара отбросил на остановку общественного транспорта. В результате происшествия управляющий такси, а также его пассажиры с травмами госпитализированы. В Гомеле женщина вместо штрафа за тонировку автомобиля попыталась сдать взятку инспектору. Иномарка была остановлена на одной из улиц областного центра. На предупреждение об уголовной ответственности горожанка не отреагировала и оставила купюры в салоне служебного автомобиля. Гомельчанку задержали. В Реческом районе пожара хватило два строения. В деревне Милоград по улице Мира загорелся жилой дом и хозяйственная постройка. В результате пожара уничтожены хозяйственная постройка и кровля дома. Повреждены стены и имущество внутри. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните спасателям по телефону 101 или 112. В Гомеле сотрудники МЧС спасли упавшего в погреб мужчину. Инцидент произошел на улице Новополесской. Крики о помощи услышал прохожий и позвонил в МЧС. Спасатели передали пострадавшего работникам скорой медицинской помощи. Горожанин госпитализирован. В Мозыре у молодого человека пружина из матраса застряла в ноге. На помощь пришли спасатели. Инцидент произошел в одном из общежитий города. Выяснилось, что во время сна пружина впилась в ногу и самостоятельно достать ее парень не смог. Сотрудники МЧС помогли пострадавшему и передали работникам скорой медицинской помощи. Молодой человек госпитализирован. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Гомель набрал лишь одно очко в двух поединках с Витебском и опустился на шестое место в таблице экстралиги. Единоличным лидером после победы над юностью стал Гродненский Неман. На второй строчке действующий чемпион страны – Жлобинский Металлург. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» добилась гостевой победы над Аистом Китая в Суперлиге. Лидерство дружины Андрея Мочалова в этом матче сомнению не подвергалось. Гомельчане уверенно держали отрыв от соперника, который к концу поединка составил 11 мячей – 37-26. Самым результативным в составе победителей стал Максим Красовский, который отличился 12 раз. В турнирной таблице Гомель остается на третьем месте, имея в своем активе 15 баллов. У СК Минска вторая позиция и 22 очка, а у мешков Бреста первая строчка и 24 набранных пункта. Состоялись первые четвертьфинальные матчи Кубка Беларуси по мини-футболу. В центральном противостоянии гомельский ВРЗ нанес сокрушительное поражение Минску 5-0. В составе вагоноремонтников отличились Шимановский, Селюк, Давидович и Дубков. Еще один мяч Ковалевич отправил в собственные ворота. Действующий обладатель трофея Аршанский Витен также на своей арене уверенно переиграл Светлогорской ЦКК 6-2. Минский клуб «Охрана Динамо» обыграл чемпионов страны спортсменов столицы 3-2. А Минская Чехорда уступила на своей площадке Гомельской БЧ со счетом 1-3. Ответные поединки за попадание в полуфинал пройдут 21 и 22 декабря. Волейболисты «Гомельской энергии» одержали пятую победу в чемпионате Белоруссии. Команда Романа Аплевича в драматичном гостевом поединке сломила сопротивление Борисова БГУ ФК. Хозяева площадки оставили за собой второй и третий сеты 25-20 и 25-16. Гости выиграли первую, четвертую и решающую пятую партию 25-22, 25-21 и 15-13. Благодаря этой победе «Энергия» сохранила за собой второе место в чемпионате. У «Гомельчан» пять викторий в шести матчах. Столица, имея на один проведенный матч больше, пока лидирует. Солигорский «Шахтер» находится на третьей позиции. Солигорский «Шахтер»